Ребятник тут как положено в общежитиях. В каждой комнате молодая семья, плюс многоэтажки. Детский городок Катюша – та самая площадка между домами, где на обед завод с балкона, а за играющими девчонками и мальчишками присматривают из окна. Дети Елены Геннадьевны тут выросли, сейчас гуляют с внуком Никитой. Помнят, как в канун Олимпиады 80 открывали площадку. Вот в этом районе у нас здесь, на городке, кроме металлурга, нет ни одной площади. Тут, ну, во дворах маленькие эти, все, это вот одно единственное место, где вот все скопление народу. Точно вот рановато, а так вечером тут. От тех почти 40-летних разваленной опасных конструкций не осталось и следа. Родил за появление здесь, в спортивной площадке, депутат облдумы Сергей Антошин. Это его округ. Работы по ремонту начались месяц назад. Мы все покрасили, мы засыпали везде в песочности песок, мы выровняли всю площадку. Те карусели, которые уже были устарелые, уже в непригодность, мы их просто срезали, снесли. И поставили современную, подчеркиваю, современную спортивную площадку, на которой могут ребята тренироваться, издавать нормы ГТО. Поэтому, я думаю, для жителей нового городка это хорошее приобретение. Хорошее приобретение – это специальные турники. Таких спортсооружений в области появилось много. Ребята на открытие пришли и организованно, и сами из соседних дворов. Взрослые напомнили о напутствиях президента страны Владимира Путина, об исполнении депутатами просьб избирателей и о комплексе ГТО. Сергей Сергеевич выступил инициатором обновления площадки спортивной. И также, давайте таким словом скажу, раздобыл этот новый спортивный комплекс. ГТО сегодня расшифруется. Горжусь тобой, Отечество. Мы искренне надеемся, что вы будете заниматься спортом, что вы будете сильными, смелыми. Тем, кто за нас в виде, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. Теперь не просто гулять, а с пользой. Ребят разного возраста можно тут занять. В арт-соревновании участвовали без учета года рождения. Рисовали, что любят радугу, шары, цветы. Те, кто постарше, осваивали рукоход, скамью для пресса, турники и брусья. В округе три школы. 53-я, 17-я, 66-я, Дом культуры Медведева, филиал колледжа, экс-25-е училище. Ребята-окраины беженцы превратили просто площадку в настоящий муравейник. Вдох, выдох, до конца доделывай. Выдох. Давай, давай. Выдох. Давай, ребят, ну, Родаш, можно пройти? Давай, 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 давай. Небольшой мастер-класс школьники и учащиеся получили от депутата областной думы. Интерес вызвали гости, маршалы гонки героев. Это компактный формат знаменитого забега с препятствиями. Азы правильных тренировок ребята получили от профи-воркаута. Назрел вопрос, и мы его пытаемся решить. Вот она, пожалуйста, детская площадка. Мы же выбирали дворы. Но опрос жителей показал, что именно здесь надо поставить. Здесь и маленькие занимаются, и чуть побольше. Здесь и спортивный корт, который зимой мы заливаем. То есть здесь получился такой сконцентрированные спортивные площадки, и плюс детские площадки, все в одном месте. Для уличной гимнастики доросли не все, но элементы может выполнять и малышня. Тем более, что площадка позволит по-другому взглянуть на доступность занятий спортом жителей нового городка. Мария Сергеенко, Владимир Шалаботов, События, Брянск.